Стоит начать Это окружение сделает ваш звук таким, что вы не сможете потом бы никак использовать Здравствуйте, я хотел бы поговорить о том, как записывать звук Например, сейчас вы вряд ли можете меня хорошо слышать Скорее всего, вы можете слышать меня только по субтитрам Поэтому лучше всего, как минимум, использовать мобильный телефон, на котором установлено приложение Обычное приложение диктофона Мы запускаем его Мы говорим таким образом, чтобы я говорил непосредственно микрофон телефона Таким образом, даже в шумном окружении можно записать более-менее приличный звук Причем здесь не только посторонний шум, но еще и ветер, который также задувает микрофон Чтобы сделать звук лучше при записи в подобном окружении Первое, что вам нужно, это, как минимум, диктофон расположен около лица Либо петличный микрофон, который подключен к нему Но, с чего стоит начать? Это окружение сделает ваш звук таким, что вы не сможете потом бы никак использовать Итак Если вы пишете на улице и вам позарез нужно писать на этом фоне Дождитесь, пока источники громкого шума исчезнут и снимайте в таком случае Но лучше всего поменяйте место съемки Итак, перенесемся за лучшим качеством звука в более тихое место Сейчас я нахожусь в более тихом месте, не идеально тихом Это просто обычный московский дворик Недалеко от того места, где снимал ранее Однако здесь звук уже лучше Здесь меньше ветра, здесь нет шума машин Почти нет шума ремонтных работ и так далее Однако этот вариант не является идеальным так же Потому что ветер всегда может подняться, в кадре могут появиться случайные люди и так далее Также стоит помнить, что сейчас я разговариваю на диктофон, встроенный в телефон Именно отсюда идет мой звук Если мы сейчас возьмем звук с камеры, меня будет слышно намного хуже Также стоит помнить, что помимо варианта записи на микрофон, встроенный в камеру И записи на диктофон Есть еще один вариант записать хороший звук в плохом окружении Это говорить близко от камеры Таким образом, если вы будете говорить недалеко от камеры То вы будете находиться на расстоянии близким к встроенному микрофону И ваш голос будет слышно нормально Ваш голос будет слышно нормально Однако этот вариант, сами понимаете, не очень подходит Никто не хочет видеть ваше лицо или ваш нос Таким образом, лучше всего выбрать максимально тихое окружение А максимально тихое и прогнозируемое окружение – это помещение Итак, рассмотрим, какие факторы нам помешают и что с этим делать Когда пишете в помещениях, побеспокойтесь, чтобы там не было посторонних шумов Иначе вы не сможете нормально записать Или запись будет с браком Под посторонними шумами я понимаю звуки ног, звуки ремонта, звуки работы вентиляторов и так далее То есть вы услышите То есть когда ничего не происходит, должна быть практически полная тишина Если позволяют условия В шумном помещении вы можете выгнать шумящих людей Выключить объекты, которые шумят, например, кондиционер Или попросить не делать ремонт прямо сейчас Но оптимальнее выбирать помещение, в котором изначально не так сильно шумят И в котором нет эха Предположим, вы оказались в помещении Однако это еще не гарантирует хорошо качество звука Потому что помещение может быть эхо И если оно идет по умолчанию, то такой звук использовать нельзя Что с микрофоном, что без То есть если выбираете помещение, выберите без эха Проверить его можно следующим образом От хлопка не должно быть эхо То есть он сразу затихает Это помещение уже лучше Но даже сейчас нужно понимать, что чем громче я разговариваю, тем сильнее эхо И чем тише я говорю, тем эхо, соответственно, слабее Идеальное помещение для подобной записи Это студия звукозаписи, это комната с мягкими стенами Что помимо вот такого диктофона Мы можем использовать для того, чтобы записать голос Предличный микрофон выглядит следующим образом Это непосредственно маленький микрофончик Который закрепляется на одежде В сторону говорящего Таким образом Главное следите, чтобы микрофон Об него ничего не терлось Там ни волосы Ни какие-то там цепочки и так далее Вот, и как правило кабель пропускается под одеждой Дальше самый простой вариант То есть у вас есть телефон У вас есть специальный кабель Вы подсоединяете его в разъем телефона Эта часть вставляется с телефон Это идет на микрофон, а это на наушники То есть таким образом он заточен под то, чтобы превратить гарнитуру в два отдельных устройства Продается, сами знаете где Вот, соответственно, берем Через этот переходничок вставляем в телефон Теперь проверяем так же Стучим по микрофону Видите, ничего не происходит Стучим по этому микрофону Вот, пошла красная полоса Соответственно, в такой ситуации Голос записывается с микрофона И мне не приходится держать телефон около рта То есть, в принципе, если я сейчас уберу шнур Вот, я убираю шнур Это нужно делать заранее, на самом деле Вот, таким образом петличка закреплена И таким образом я могу разговаривать с вами И, в принципе, наличие микрофона на мне практически незаметно Однако, сам по себе микрофон в этой истории очень сильно влияет Потому что, если вы используете дешевый микрофон Он будет ловить дыхание, ветер, удары по нему То есть, даже, например, вот я сейчас почешусь Это не слышно Или я почешу микрофон Вот, это практически незаметно В более дешевом микрофоне Любое дуновение, оно сразу как То есть, вот такое вот Если у вас ограниченный бюджет Вы можете использовать либо диктофон в телефоне И говорить в него Либо использовать петличный микрофон Который также через переходник подключен к телефону После того, как мы сделали эту запись И у нас есть запись на камере Мы загружаем материал на компьютер И с помощью специальной программки Pluralize Синхронизируем видео и звук Все, что нужно сделать Это загрузить их туда по отдельности То есть, отдельное видео с камеры Отдельно звук, отдельной папочкой Затем нажать синхронизировать И если звук более-менее совпадает Программа сама все выровняет Главное, пишите длинными дублями То есть, чем более длинный дубль Тем легче синхронизировать И все, что остается потом Когда вы загрузите материал в премьер Нужно будет отключить дорожку Встроенного в камеру звука И оставить звук только с диктофона Такой звук в любом случае будет гораздо понятней Чем шевой звук с камерой И он будет слышен гораздо четче Но, предположим, вы хотите писать все сразу и хорошо Вам потребуется потратить еще примерно 500 долларов На покупку вот такого устройства Эта система называется радиомикрофон И он используется вместе с этой петличкой Принцип очень простой Мы берем, соответственно, наш микрофон Тут есть специальный разъем Мы втыкаем его сюда То есть, одна часть это передатчик Вы располагаете его на человеке, на котором пишете звук Соответственно, здесь вы Как бы нанесете батарейки, чтобы он работал от них И здесь есть Можно положить его в карман Либо закрепить его на повесе с помощью специальной вот такой штучки Второе это приемник Он располагается непосредственно на камере То есть, вы ставите его на камеру Или рядом с ней, в зависимости от крепления И проводом подсоединяете ее к разъему для микрофона на камере Таким образом, вы будете писать звук непосредственно с микрофона То есть, звук, который идет вот отсюда Через радиопередатчик попадает прямо в камеру Во-первых, нужно проверить, чтобы батарейки, пряменькие передатчики Были свежие Потому что, если батарейки садятся То качество сигнала падает Появляются помехи Второе Если вы снимаете в оживленном месте Где могут быть радиостанции, передатчики и так далее У вас могут быть просто помехи От того, что где-то в окружении находится источник излучения И третье Если вы пишете звук, вам нужно помнить следующее Что уровень звука в камере по умолчанию стоит автоматический То есть, громкость камера определяет сама Если вы пишете с петлички Ставьте и выставляйте громкость звука вручную Таким образом, чтобы когда была тишина Камера не поднимала уровень шума Это впоследствии поможет вам лучше обработать звук Если вы будете записывать с помощью петличного микрофона радиосистемы Вам не потребуется синхронизировать звук У вас они уже будут вместе в одном файле Но нужно понимать, что в зависимости от цены То есть, чем дороже такая петличная система Тем, как правило, выше качество микрофона И выше качество непосредственно самого передатчика То есть, если вы берете передатчик, не знаю, за 20 баксов Не удивляйтесь, что они будут работать, как им захочется А может быть, и не будут работать вообще Я бы сказал, что все зависит от того Насколько у вас, конечно, есть большой бюджет Но если вы собираетесь складываться, лучше не экономить Записали мы звук Тем или иным образом С помощью диктофона Либо с помощью петлички Либо с помощью петлички И радиосистемы мы записали звук Он у нас есть Можем ли мы что-то еще сделать с ним? Конечно, можем Никогда не бывает такой ситуации Когда у вас звук настолько идеальный Что с ним нельзя ничего сделать для его улучшения Есть специальная программа RX Studio от компании Resetot Эта программа специально заточена для блогеров И для тех людей, которым нужно быстро обработать голос Соответственно, в этой программе есть несколько инструментов Большинство из которых могут вам помочь Первый, которым я пользуюсь чаще всего Это изолировать диалог В этом случае программа сама определяет голос или диапазон голосов И убирает все посторонние шумы То есть это, соответственно, звуки улицы Или звуки шуршания одежды и так далее Другая частая проблема, которая встречается Это звуки ветра Как правило, если вы снимаете на улице ветреный день Хотите вы того или нет, микрофон будет задувать Есть специальный фильтр для того, чтобы убрать звук ветра Есть специальный фильтр для убирания эхо с голоса Он называется Voice de Revert Он также позволяет это делать Предположим, доказались помещения Однако это еще не гарантирует хорошо качество звука Потому что помещения Предположим, доказались помещения Однако это еще не гарантирует хорошо качество звука Если мы говорим про какие-то конкретные шумы То есть у меня был случай, когда нужно было убирать записи, щелчки камеры Для этого есть спектр лоденоз То есть вы выбираете фрагмент звука Который вам не нравится Желательно, чтобы он был максимально чистым Вы прогоняете и убираете этот звук Если мы говорим про запись голоса с разным уровнем То в этой программе есть специальный инструмент Leveler Который позволяет сделать общую громкость повествования одинаковой Также стоит помнить, что несмотря на то, что программа позволяет убрать практически весь посторонний шум Если действие происходит в городе и сзади ездят машины Надо оставить хоть небольшой шум города Чтобы сделать звук лучше при записи подобного окружения Первое, что вам нужно Это как минимум диктофон, расположенный около лица Иначе это будет смотреться, как будто я снят на зеленом экране Либо петличный микрофон, который подключен к нему Но, с чего стоит начать Или, если вы выбираете шум города Поставьте музыку Это окружение сделает вас звук таким, что вы не сможете потом его никак использовать Итак Это всего лишь базовые советы Безусловно, есть более профессиональные и более сложные способы записи голоса Также есть скрытые микрофоны Или отдельные люди, которые стоят с внешним микрофоном, как это делают в кино Но главное, вы должны понимать, что хорошо записать голос можно Главное понимать принципы Есть несколько простых принципов, чтобы хорошо записать голос Первое, быть близко к микрофону Выбирать тихие места для съемки И третье, уметь обрабатывать звук Все это поможет вам записать голос для вашего блога или для вашего видео С максимальным качеством и минимальным бюджетом С вами был Семков Михаил Всего вам хорошего и успехов вам в творчестве Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!